АПЛОДИСМЕНТЫ На ночь опять стрелялись. Одна пуля залетела на кухню, разбила чашку. Жена говорит, я тебе всегда говорила, не ставь с краю. Утром на работу пошел пешком, трамваи не ходят, провода и рельсы кто-то продал в ближние зарубежья. В метро живут бомжи, а чтобы проехать на автобусе, надо покупать спецсталон, где указывается группа крови, национальность, партийная принадлежность и сексуальный наклон. Межзавод освоен, наконец, выпуск новой продукции, кофемолка МИГ-29, стиральная машина Т-80 и пылесос Калашникова. На обед в столовой были 6 крапивы, 15 миллионов, салат с одуванчиков 5. Я взял салат, но в последний раз, да, вспоминают. Потом долго обсуждали новую секретаршу директора. Каково же было наше удивление, когда выяснилось, что это мужчина. Что любопытно, каждый курил свои, но дым старался втягивать еще от соседей. Кстати, говорят, что Кремль приватизировал комендант Кремля, царь Пушки теперь коммерческий киоск, а царь Колокол отремонтировали турки, и он теперь называется Султан Бубин. Возможно, это слухи. Вчера жена была в ГУМе. Говорит, что на мавзолее, кроме надписи Ленин, появились еще Лукьянов и брат. Лукьянов, лотта миллионы, мем-мем-мем. Вчера по телевизору выступал проповедник, который утверждает, что конец света наступит и субботу, и спасется только тот, кто успеет перевести на его имя деньги. Возвращаюсь с работы встретил одноклассника, а он теперь в партии Жириновского. Тот назначил его губернатором Аляски. Одноклассник доволен, собирает теплые вещи. Я сказал, что они ему пригодятся в любом случае. У подъезда сидели две старушки в противогазах, и рядом стояли два Мерседеса. Значит, опять к пятилетнему Вовке проехали его приятели. Да, бизнес помолодел. Пока Вовкин папа продавал лес, а мама себя, Вовка продал их обоих. У Листа столкнулся со своим соседом, который разыскивает милицией. Но он взял в банке большую суду, половину отдал милиционерам, и теперь они ищут его на Камчатке. Дома жена продавала, покупала по телефону сахар. Деньги она тоже получала по телефону. Это что, ничего. У соседа жена по телефону оказывает интимные услуги. Она говорит, в трубку. Вот я и расстегиваю вас пуговицу. Одну, другую. Муж схватил трубку, кричит, застегнись, придурок. На ужин пили чай с пачки со слоном. Когда я пригляделась, это увидел, что человек, который сидит на слоне, чем-то похож на черномердина. А слон напоминает Гайдара. Кстати, последний раз чай мы заваривали в прошлом году. Теперь только доливаем воду. Потом смотрели телевизор, шейп-шоп-шоу. Кому-то повезло, он выиграл большой гамбургер. А мужчину, который выиграл, жигули, жалко. Его, вероятно, убьют на выходе. Спать легли усталые. Уже засыпая, жена спросила, убрал ли я со стола стакан. Вставать было неохота. Я сказал, что убрал. Ночью пуля залетела на кухню. И разбила стакан. Утром, подметая осколки, я подумал, когда бьется посуда, так это к счастью. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok